Доброго времени суток, дорогие друзья! У меня появилась новая информация, каким образом я хочу в этом году, скажем так, изучать что-то. Я поняла для себя, что тот момент по учёбе, который у меня шёл, он меня вёл к чему-то. То есть каждое действие, имеет своё следствие, каждый шаг он к чему-то ведёт. И я поняла для себя, какое направление мне ещё нужно осознать, нашла программу обучения на курсах повышения квалификации. Правда, ну, я не знаю, в университетах я не увидела, вот именно чтобы были такие списки, какие туда входят предметы. Я вам покажу так быстро, мельком, просто каким образом я это сделала. То есть это вот список, я поставила предметы и какое количество часов, то есть учитывая, что это повышение квалификации, то там максимальное, это было где-то там 80 часов, что-то такое. Вот. А в дальнейшем, что я посчитала? То есть я посчитала, какой предмет для меня наиболее важен. Я ещё не дочертила эту таблицу, но таким образом возможно будет понять, сколько тебе нужно распределить времени. то есть это вот тот момент, который я говорила, да? Ну, давайте, чтобы влезала в видеоракурс. Значит, главы, которые идут, основные. Сколько входит в каждую из них под глав. И вполне возможно, если там какие-то параграфы, то можно будет ещё разлинеет параллельно. Таким образом, вы смотрите, вот как у нас сейчас между сессиями там сжатое количество времени, там полтора, два, три месяца нужно подчеркнуть. Вы смотрите, что в данном предмете идёт, опа, семь глав. Окей. В каждой там три, четыре, три, тут аж семь, тут пять, по пять, это пятнадцать, семь, это двадцать два. Двадцать пять, двадцать семь, тридцать одна глава получается, да? Вот. И вы смотрите, у вас там месяц, значит, каждый день по главе. У вас два месяца, значит, раз в два дня вы изучаете что-то. Таким образом, вы очень наглядно, очень просто себе решаете проблему со временем. Вы выделяете какой-то параграф, там, я не знаю, каким образом они грамотнее будут сделаны, то есть, что-то, что-то взяли, вот у меня тут, например, с таблицами, там, что-то, да? Вот. То есть, есть, которые там маленькие на страничку, вот, а есть, которые там, например, побольше. И вы таким образом уже можете контролировать, что, зачем у вас идет. видите, еще сколько. Тоже по работе, ой, короче, закачаешься. Вот. И все это себе разграничили. Еще одну формацию приятной такой тетради, вот как она сделана, я сейчас что-то заморочилась очень сильно, то есть, вот в таком вот ракурсе можно как раз рассредоточить, каким образом у вас все идет. и это очень удобно и это комфортно для не создавания какого-то там, я не знаю, кипиша, еще чего-то, что ай-яй-яй, мы все умрем, мы не успеем и так далее. Собственно, на этом я сейчас буду базироваться, каким образом что учить, что в первую очередь, что во вторую, десятую. Вот. И потом расскажу, что из этого выйдет. А мы с вами увидимся в следующем видео. До новых встреч. Пока.